Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире национального телевидения программа «Один из нас», которую вот уже много лет веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И сегодня, в завершающие дни лета, хотелось бы поговорить вот о чем. Кстати, фраза из одной старой программы, которую мы с одним из героев нашей сегодняшней программы ввели вместе. Речь сегодня пойдет об пресловутом арктическом центре, об котором успели сломать немало копий противники и сторонники этого явления. Мы начинаем. Добрый вечер, дорогие коллеги! Я бы хотел призвать, в первую очередь, Владислава Левочкина, вот того самого еще раз коллегу-подуху, единомышленника, с которым мы имели отношение к одному очень интересному делу. Андрей, тоже давайте мы сегодня постараемся забить нашего Аксакава. Андрей Александрович, это не проявление неуважения, а просто я призываю коллег присоединиться, чтобы наша программа не превратилась, может быть, по обыкновению, может быть, по силе духа, монолог крупнейшего культурного деятеля современности, режиссера, который, вот даже зайдя в эту тесную студию, сказал, давайте сделаем так, а не иначе. Речь об арктическом центре. Вот я был на презентации, и знаете, вот какое мнение я уловил тогда? Там собрались деятели культуры, там были деятели нашего экономического блока, которые сегодня проигнорировали, к сожалению, наше мероприятие, но пусть это останется на их совести. Они тогда попытались объяснить представителям культуры, по какому принципу будет осуществляться финансирование вот этого центра. Потому что сама идея необходимости такого центра, она не вызывает никаких вопросов. Дело лишь в цене, наверное, вопроса. Поэтому мы постараемся сегодня превратиться, я более чем уверен, что деятель, государственный деятель, государственный советник республики, масштаб ваш, конечно же, может позволить объяснить и вот эти материальные моменты, и вот то, что деятели культуры озвучили в своих пожеланиях. И я тогда вынес такой вот итог. Если деятели культуры начинают уже ревновать, какие театры будут располагаться в этом арктическом центре, какие коллективы туда перейдут, кому достанется вот существующее здание, значит центру быть. Знаете, вот у меня такая чуйка такая, да, то, что это осуществится. Вот сразу скажу, Дима, вот ты сказал о том, что идея сама не оспаривается. Да. Только разговор идет о финансовом составляющем. Но на самом деле, в том-то и дело, что сама идея, она первична. Идея правит миром. Идеи дают деньги. Любое финансирование, любое инвестирование в результате какой-то идеи. Если сам инвестор, который взялся финансировать строительство и даже несколько лет содержание, функционирование этого здания, он пошел за идеей. Дело в том, что это же дополнительное финансирование, дополнительные средства для республики, для бюджета, для учреждений культуры, которые там будут находиться. Да и не только учреждения культуры. Это дополнительные средства. Это не есть то, что отчекрыживается, таким простым словом скажу, от бюджета, от строительства школ, больниц, детсадов и других, значит, дорог и так далее. Это дополнительно. То есть сама идея, она потянула инвестора к тому, чтобы построить такое вот уникальное здание. Так? Теперь, значит, если так вдуматься в эту саму идею, то даже простой вопрос, который возникает. Я всегда спрашиваю так. Что есть в городе, какое здание у нас в городе Якутске, которым бы мы, значит, гордились бы, которым бы молодежь с утра до вечера, а иногда и даже круглосуточно. Это общественное пространство. Это не только театр, как думают наши оппоненты. Не только театр Ланхо, Сахотеатр, филармония, а еще это общественное социокультурное пространство. Представь себе театр оперы-балета. Туда приходит на спектакль зритель и уходит. И театр оперы-балета для зрителя закрыт целый день. А это общественное пространство. Тем более, такое большое занимает большое пространство. Поэтому я утверждаю, что идеи правят миром, а идеи проявляют через символы и знаки. Это будет символом столетия республики, это здание. Это будет символом города и будет символом всей республики. Так что я не согласен с тем, что только финансовый вопрос вызывает какие-то, ну, как бы, скажем, непонимания и так далее. Тем более, что само финансирование, оно разделяется на 11 лет. То есть, и в это финансирование входит, кроме строительства, кроме содержания этого здания, еще и возврат, значит, некоторых процентов, которым, конечно, любой инвестор заинтересован. И получается так, что мы можем, например, мы не будем эту идею толкать, не будем финансировать. Все это останется. Будет пустое пространство. А за эти 11 лет в этом же помещении, в этом здании, в этом учреждении, университет рядом, Эгглсха рядом, это здание станет центром города, города Якутска. Отсюда, с этого озера Сайсары, дальше развивается город. Рядом огромные жилые комплексы, спортивный триумф и так далее. Поэтому я более чем уверен, что сама идея, она и будет давать деньги на инвестирование, и сама идея, она станет уникальной, и она потянет за собой и развитие республики, и развитие города, и развитие конкретных людей, особенно молодежи. Я был свидетелем, вернее, я вот с вашим, одним из ваших учеников, Русланом Тараховским, были модераторами на прошлогодней дискуссионной площадке, к которым представители интеллигенции, были различные, были по части библиотек, по части кинофикации, были представители творческих коллективов. И, по-моему, от Павла Восковского прозвучала вот эта вот идея, то, что столице республики необходим отдельный государственный зал для проведения, ну, не то чтобы государственных чисто мероприятий, да, а, смотрите, здесь же комбайн некий такой. Мы, обращусь опять к слову культур-мультур, да, которые противники вот этой идеи, носителем которой является, кстати, не Андрей Савич. Еще раз говорю, ну, ваше влияние, оно, конечно, большое на представителей культуры. Но вы же не подговаривали Павла Восковского, там, озвучить идею филармонии, новой филармонии, там, и так далее. Потому что мы все видим, в каких условиях находится и филармония. Мы все видим, что мы не можем приглашать звезд первого масштаба по той лишь причине, что у нас нет, ну, соответствующего просто зала, соответствующего, нормальным стандартом. Когда я лично сидел, кочеврялся, даже для представителей театра нового опера, делая акустику, затрачивая кучу там материалов вот такого вот тяжелого и так далее, в Триумфе, это был момент, знаете, такой, что нужно. Это было лет шесть назад. И тогда мы знали, что нормальной акустикой помещения здесь нет. Нет такого, анфилат, колонн, ступеней, того, что республика, алмазная республика могла сказать, вот это вот Сахалы, это вот... По поводу акустики очень простое сравнение. Вот мы, ну, советского времени, товарищи так с тобой, да и телезрители много, которые... Помните, раньше у нас, значит, были патефоны, потом, значит, поехали эти, значит, проигрыватели, как они скрипели, как хрипели там, да, а сейчас же совершенно другая технология. Она дает совсем другой звук, и человек уже настроен, уши, душа, ну, тем более, да, настроен на совсем другое звучание, так же, как в здании тоже. Например, в этом здании акустика очень плохая, так, например. Соответственно, зритель, который приходит, смотрит этот спектакль или концерт, или музицирование, музыка и так далее, то он... Страдает. Да, страдает, он еще не понимает сам. Он даже не может, он может понравиться, но вся его физиология страдает от того, что плохая акустика, плохая слышимость, музыка не дослуживает. И тогда в результате музыкант тоже страдает, потому что его музыка не доходит к тому исполнению котов. Не говоря уже, вот правильно сказал, выдающиеся музыканты, которые приезжают, не говорят, вот у вас нет возможности, поэтому мы сюда больше не будем приезжать. Приехали только ради того, что там заработать деньги и так далее. А тут же искусство, он необходим. Поэтому филармонический зал, который во всех регионах уже, и Татарстане, и Башкирии, везде, 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 филармонические залы, они сейчас должны быть акустически правильно устроены. В этом смысле, в этом здании филармония найдет свою нишу, особую нишу. Даже на заре с той советской власти, носителем, которым мы с Андреем Савичем безусловно являемся, руководство молодой Советской Республики наряду с ведением боевых действий против белых интервентов, против Колчака и прочих товарищей, которые стыдно называть товарищем, они первым делом поставили луначарского направления культуры. Открыли театр. Открыли театр. Во время Великой Отечественной войны построили кинотеатр Центральный. Во время Великой Отечественной войны. Представляете? То есть, зачем это надо было сделать-то? Но потом еще, и это даже прошло, сколько поколений наших молодежи, детей, мы сами, вот кинотеатр Центральный, мы получили массу-массу духовного, массу-массу информации и о жизни, и о мире, и киноискусстве. Поэтому так. Но еще представьте себе, 90-е годы, я начинал работать министром культуры, в 90-е годы построили медцентр, помните, да, Михаил Ефимович Николаев, первый президент, он построил медцентр, началось строительство, сколько шума было в средствах массовой информации, говорят, давайте построим лучшие, хорошие больницы в селах, там, в лусах, в городах, в республике. Почему медцентр? Прошло время, и все увидели, я же в медцентр тоже попадаю, слава богу, меня там тоже, и сел приезжают там, квалифицированно, на самом высоком уровне, на самом технологическом уровне операции и так далее, лечения, и все поняли, что это правильно было. А тогда это не понимали. Когда высшая школа музыки открывалась, тогда система появилась. Почему не филармония появилась? Потому что мы в свое время открыли высшую школу музыки. И строительство канадской деревни тоже вызывало споры. Теперь оттуда ребята, заканчивая, они становятся артистами филармонии, не говоря уже о том, что несколько ребят уже становятся знаменитыми на весь мир. А это имидж республики. Андрей Савич, я вынужден просто вас перебить. Еще раз вернемся к теме, почему культура-мультура у нас с некоторыми товарищами воспринимается как нечто вторичное. И что первично, на самом деле. Сразу после рекламы мы вернемся к нашему обсуждению. Реклама, прямо сейчас. Программа «Один из нас» продолжается в эфире национального телевидения. Сегодня мы в очередной раз, бывают такие минуты везде, когда приходит Андрей Савич, и на самом деле ему часового формата мало. Я бы дал товарищу часа три и с увлечением следил бы за, скажем так, перипетиями, как он развивает линию. В свое время Алан Хасута слушали три дня и три ночи. Сейчас время так сузилось, поэтому три часа это... Я готов проработать... Спасибо, что хотя бы три часа. Да, я готов проработать вот формат такой трехдневный, да, некий телемарафон с Андреем Савичем, который перебивали бы и ваши воспитанники и так далее, прерывали бы, да, чтобы дать вам воды попить и все прочее. На самом деле, еще раз, мы вернемся к заголовку, который, ну вот, насколько оскорбительно для носителя культуры вот те заголовки, которые прозвучали сразу после озвучивания идеи. Культур-мультур. Ну, вообще, конечно, культура, и об этом часто сейчас говорят, что слишком много поем, слишком много пляшем, да, но на самом деле нужно понимать, что это очень важные компетенции. Это компетенции, которые будут формировать будущее на самом деле. То есть творческие компетенции, которые мы закладываем в людях, в молодежи, в детях, они будут востребованы в будущем, те компетенции, которые невозможно автоматизировать. И как раз-таки вот такие проекты, они могут действительно менять вообще формат развития общества на самом деле. И именно через творчество, через те возможности, которые есть у молодых людей, которые сейчас нужно развивать, возможен прорыв нашей республики как региона на самом деле. Это единственная возможность для нас выйти в лидеры. Нужно понимать, что ни в каких других компетенциях мы не можем, скажем, сделать такого большого шага, как через цифровизацию, через развитие творческих компетенций, креативных технологий. И сейчас именно поэтому руководство республики ставит перед нами такие задачи. И, конечно, творческие люди, люди культуры, они это понимают, они это осознают, ответственность на самом деле по тем изменениям, которые лежат на нашей сфере. И такие сравнения, конечно, можно как-то болезненно к ним реагировать. Нужно понимать, что каждый понимает, как понимает. Меру своей сборчи. Я думаю, что Владислав Валерьевич говорит очень важный момент. То есть, Асен Сергеевич Николаев, глава республики, увидев состояние культуры, культура, как она созрела для больших прорывов, так? Тем более, что сейчас во всей России происходит, так сказать, ну, как бы политика по Дальнему Востоку и в Арктике, так? Соответственно, глава республики, увидев, что культура созрела для больших прорывов, именно и называет это так, арктический центр эпоса и искусств, так, арктический, очень важно это. И люди культуры готовы, готовы служить народу, республике, готовы служить этой идее, готовы даже доминировать в арктическом регионе России, а, возможно, и всей планеты, так? И в это время их называют культур-мультур, кстати, вот вы говорите о том, что много учреждений культуры. Учреждений культуры никогда не бывает много. Бывает много, и это очень плохо, учреждений исправительных колоний и так далее, и так далее. Если чем меньше учреждений культуры, чем больше исправительных колоний. Это закон, это правило, так? А культур-мультур как раз это выражение из оттуда. Из колоний. Из колоний. Зэковская. 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 Даже в самом культур-мультур, вот там и зэковская. Поскольку люди лишены культуры в колонии. Люди попали в колонию, потому что они были лишены в себе культуры. Культуры. Не хватало, поэтому они назвали культур-мультура. Попахивают муркой, на самом деле. Это выражение. Можно добавить? Да. По-моему, это впервые такой объект у нас реализовывается. Когда это не чисто отраслевое учреждение, даже не чисто отраслевой объект. Вот посмотрим русский театр, театр опера-балета, саха-театр. Они же днем закрыты. Туда вход только по билетам. А это будет открытое общественное пространство. Вот к этому имени, наименованию объекта Арктический центр ЭПС и искусств, еще можно добавить, ну, оно слабо как-то сразу содержание раскрывает. Это будет многофункциональный, универсальный, суперсовременный, многозальный, пятизальный комплекс. Новое общественное пространство. Там, где можно будет прийти в кафе. Сейчас для молодежи ТРК зимой и летом улицы. Вот я до сих пор поражаю, до сих пор для моей, как бы, даже не досадно, а больно стало за молодежь, когда, помните, впервые построили ТРК. Ну и потом торговые центры. И зимой молодежь ездит на этих эскалаторах наверх, вниз, особенно ничего не покупает, поскольку молодежи надо зимой. У нас, ну, 8 месяцев зимы. И они, ну, что-то купят, посидят в кафе и опять поднимается наверх, отпускается, спускается вниз. Вот это востребованность сегодня общественного пространства, где бы и молодежь, и старшее поколение, и детишки находили бы для себя разные применения своей, как бы, досуга, или востребованность какого-то духовного, или развития такого, да, то это, она уже стала совсем другая. Это другой город. Мы уже растем. Мы уже стали другими. На самом деле, вот это вот пример, когда и Андрей приводит, и вы, Андрей Савич, приводите, да, то, что молодежь тусует, ну, простите, пусть простят нему сленгизм, да, рядом с торговцами, это очень библейское же. Вспомним, каково предназначение было этого здания. Это была типография, крупнейшая типография на Дальнем Востоке, да. Учреждение культуры, печати. Потом там поселили торговцев. Кто должен прийти и сгнать торговцев из храма? Ну, это вечное... Я не призываю там, давайте... Торговать на паперке, это пусть торговля идет. Кстати, неплохие торговые центры построены там, значит, кинотеатры находятся там, и так далее, и так далее. Но время меняет уже. Людям, помните там, торговые центры, кинотеатры, даже некоторые торговые центры развлекательные, разные там учреждения есть такие, да, но это развлекательная развлекательность. Торговля делает культуру, даже кино для того, чтобы втянуть туда покупателя. А в данном случае... Наоборот. Наоборот. То есть, люди сами идут. Люди с востребованностью, внутренней востребованностью развития, в духовном плане, в культурном плане, в интеллектуальном плане, да и вообще как общество развиваться. Люди, человек-то, россказ общения называется, россказ общения. Человек, существо как бы известно общественное, и обязательно необходимы такие пространства, где бы он реализовывался бы, самореализовывался бы. Вот ради этого делается. Ну, я бы хотел, вот в начале тоже разговора прозвучало, да, потому что наряду с Сиднейской оперой, вот это здание может стать украшением, на самом деле, не только Якутии. Это может стать украшением всего российского Дальнего Востока. Потому что такой архитектурный комплекс с такими... Этот комплекс, он сможет не только стать объектом государственного частного партнерства, он может привлекать дальнейшие инвестиции. То есть это действительно вот как бы возможность, ну вот инвесторам, вообще всем, кто приезжает к нам в республику, показать вот что-то, что действительно может соответствовать красоте тем традициям, которые сохранились у нас. У нас нет такого объекта. Вот на сегодняшний день у нас нет такого объекта, который бы соответствовал этому. И потом, да, потом хотел бы сказать, что у нас на самом деле же оппонентов нет у этого проекта, да. Есть мало информации, неинформированность, да, и неправильно расставленные акценты. То есть вот, допустим, вопрос, нужен ли нам культурный комплекс за 18 миллиардов рублей, да. Безусловно, нужен. Я вот как общественник считаю, что, как горожанин считаю, что такой объект, конечно, нужен, да. Нет вопросов, вот вы тоже начали с этого, да. А вот вторая часть, вот хотел бы сказать, что, ну что такое государственно-частное партнерство, как я понимаю, да. Это когда государство и частный бизнес, частный сектор находят общие интересы, да. И тут мой интерес, вот я, допустим, со стороны, вот как частного инвестора, там, бизнесмена смотрю, да. Мой интерес в том, что я заключаю договор, который получает долгосрочный контракт на 11 лет, да. Там частями, но я уверен, государство гарантирует мне, что эти деньги вернутся, да. А государство, вот интерес государства, ну, со стороны бюджета в том, что сейчас у меня нет таких в природе денег 18 миллиардов, допустим. Но это предельная сумма, надо уточнить, что она будет только уменьшаться. Это предельно то, что вот правительство для себя решило, что может вложить вот до 30-го года, да. И вот, получая, государство, значит, интерес его в том, что инвестор, он сейчас будет влаживать деньги свои, да, и людские материальные ресурсы. Вот в чем, ну, как мне кажется, интерес государства. То есть растянутые сроки платежей, вот эти 18 миллиардов, они, их сейчас нигде нету, в кармане ни у кого нету, да. А вот эта сумма будет нарисуется, да, после 2030-го года, через 11 лет. Поэтому, когда людям объясняешь, да, нет оппонентов на самом деле, когда объясняешь, они, да, конечно, вопросов нет. Дело в том, что происходит манипулирование сознанием, опираясь на неинформированность, первое, опираясь иногда и на компетентность, некомпетентность и так далее. Вот сама финансовая, финансовая дисциплина, финансовая структура вот этого объекта, оно очень-очень хорошо продумано. Не зря же, почему-то все время апеллируют на то, что это наши с вами деньги. То есть имеется в виду налоги, так, да. Говорится о бюджете, говорится о том, что вместо того строить там детсады, школы, строится такой дворец такой, да. Это неправильная установка, неправильное, как бы, ориентирование нашего, нашего, как бы, внимания и нашей, в некотором смысле, раздраженности. Правда, есть бедность, правда, есть, не хватает, и дороги плохие, и так далее, и так далее. Так, но у государства есть программа, и эта программа выполняется, она будет выполняться по строительству, дорог, детсад и так далее, и так далее. Ветхого жилья, кстати, более 607 миллионов ветхое. Что такое ветхое жилье? Когда ветхое жилье, когда сносится жилье и предоставляется жилье, так, да. То есть в этом плане работает государство, идет процесс. Другое дело, всегда не хватает. Но только из-за того, что, а инвестор дает, это деньги же, еще раз говорю, ну, дополнительные, дополнительные, сверх. Ну, давайте откажемся, давайте скажем, инвестор, данный инвестор, он не рассчитывает строить железный мост или дороги, так далее. Он рассчитывает, он согласен строить вот этот объект, потому что знает перспективы этого объекта. Он знает, что этот объект престижный и так далее, и так далее. То есть давайте используем, шанс дается, шансов. Если сейчас мы не поддержим этот процесс, если этот процесс не начнется, ну, малый по каким причинам, то культура, духовность, не говоря уже о нравственном и духовном воспитании молодежи и так далее, оно начнет откатываться. Почему? Потому что материальная база дает опору, хоть как бы ни говорить, что там сознание первично, духовность первична. Материальная база необходима. Андрей Савич, очередной раз перебью, и сразу после рекламы мы вернемся к моментам обсуждения проекта, пока еще проекта, строительства в Якутске арктического центра. Мы продолжаем программу «Один из нас». И в компании с очень хорошими людьми, с хорошими собеседниками, с людьми большой мысли, мы продолжаем обсуждать проект строительства в Якутске арктического центра «Эпоса и искусств». Опять же, «Эпоса и искусств». Андрей Савич, я еще раз, в начале программы я хотел, да, поскольку, скажем так, общение с вами, ну, нельзя предугадать всего. Поэтому я сказал, Андрей Савич, объясните, пожалуйста, телезрителям, что это не ваш лично проект, и что вы, скажем так, идете параллельным курсом в том же направлении, но параллельным курсом, что это не ваша идея, давайте вот построим здесь, отберем вот эти деньги и так далее. Скажите это своими. Еще в 1927 году первый председатель правительства Платон Алексеевич Аюнский, которого назвали гомером, нашим гомером, он в 1927 году написал эссе «Великий столетний план», столетие республики, столетний план. И там он сказал, что в городе Якутске, на берегу озера Саисары, будет стоять хрустальный дворец, где соберутся, независимо от национальности, от расы, люд трудовой, и проведут там большое-большое собрание. Говорил он, так? Не говоря же о том, что за все эти годы, в течение этих почти 100 лет, многие деятели, многие известные люди высказывали эту идею. А озеро Саисары, оттуда начинался город, с озера Саисары. Мы около озера Саисары же, будет построено, около моста этого, оттуда пошла идея. Не говоря уже о том, что буквально недавно, буквально недавно, года два или три тому назад, Министерство иностранных дел, сам министр иностранных дел Лавров, сам советник президента России Толстой, и пять глав регионов приняли решение поддержать строительство такого объекта. Сюда приезжала Ирина Бокова, она ЮНЕСКО. Кстати, про ЮНЕСКО отдельно, вот спросите, я скажу. ЮНЕСКО, она, значит, поддержала и подписали коммунике. И глава республики в день республики 27 апреля, он заявил о том, что будет построен арктический центр эпоса искусств. Поэтому это на самом деле из глубин истории, из глубин сознания народа идет. Это востребованное, это не роскошь, это востребованное. Очень важное, столетие республики, ну что такое, столетие республики, как будем мы встречать во всех регионах, во всех республиках, бывших, автономные и так далее, и так далее, да и когда Татарстан встречает тысячелетия, там, Москва и так далее, и так далее, то открываются те объекты, которые становятся символом, знаком. И не говоря о том, что это не символ, знак, это необходимость, это сегодняшняя необходимость. Поэтому это, назовем так, не только мой проект. Моим проектом является, я основатель театра Алан-Хо, вот тут я претендую. А это же многофункциональное, много, значит, составное учреждение. И очень правильно еще раз говорю, идея Арктика, поскольку нам надо через эпос, эпосы народов Арктики, вот малочисленный народ, театр малочисленный народ, который в свое время открыл Егоров Настя Борисов, вот он, значит, когда этот театр создавался, то я подумал о том, что, а кто будет слушать, кто будет, языка не знает, по большому счету так. Но театр уникальный-то, на основе Гулу. Но сейчас, в связи с тем, что разворачивается наша культура всем фронтом в сторону Арктики, с севера, испокон веков это происходило. И живя на вечной мерзлоте, вот уже почти скоро тысяч лет будет, якута, русские, вяны, чук, чукагиры, значит, и другие наши национальности, они создали особую культуру, и она сейчас разворачивается на север. И я уверен, что наступит момент, когда через эпитическое, вот, Балдане, Балдане, когда мы проводили с Эхоланхом, там же на основе Немгакана, Эвенкийского эпоса сделали, русские люди, они так, с таким удовольствием это смотрели, так поддерживали, Балдане так. И вот наступит момент, когда развернется культура в сторону Арктики, и мы будем доминировать в арктическом регионе не только России, мы там давно доминируем, у нас культура в этом плане очень идентичная, говорят, аутентичная такая, и мы в планетарном масштабе тоже можем пойти. Владислав, прошу прощения. Якутская культура, это тоже уникальная культура, в том плане, что это именно арктические терки, то есть у нас действительно есть возможность именно в этом ключе, я просто еще хотел сказать о другом, о государственном частном партнерстве, о том, что вообще это уже испытанный механизм именно в сфере строительства социальных объектов, и благодаря государственному частному партнерству уже появились крупные объекты в городе Якутске, именно в сфере культуры, которые, может быть, другим путем и не появились бы. Вот у нас заканчивается строительство Центра современного искусства имени Гагарина, у нас тоже проводится работа по сдаче в эксплуатации новой библиотеки детской и детской школы искусств на 203-м квартале. Это вот те объекты, которые были построены как раз-таки через механизм государственного частного партнерства. И, возможно, конечно, сейчас, учитывая, что есть определенные сложности, есть определенные трудности, такие крупные масштабные проекты, но все тоже поражаются. Когда еще у нас бы появился такой современный центр, допустим, в Гагаринском округе, возможность появилась именно благодаря государственному частному партнерству. Вот здесь я вспомню, что я строительство, я, скажем так, имею отношение к строительной отрасли тоже. И вот вы затронули 203-й, да, вот детская школа искусств, но давайте посмотрим, что привлекает людей на 203-й. Мы смотрим, поднимаемся на одну из новостройку и смотрим. Школа АИК-ГАТА. Муниципальный сад. Государственный детский сад, да. Еще один, скажем так, который, опять же, объект ГЧП, ЕСКИСА. Будет строиться там общеобразовательная школа на русском языке. То есть, развитость вот этой социальной инфраструктуры, она притягивает людей как магниты. И, возможно, те мои коллеги, которые критикуют, лучше бы строили садики и так далее, они проецируют это через свои ситуации, когда их дети не могут пойти там, получить места в детском саду и так далее. Масштабов вот такой скученности, скажем, социальных объектов, как новых объектов, на 203-м, 202-м я, ну, реально, ребят, я не видел. Потом, в прошлую передачу я разговаривал с замечательным строителем, бывшим депутатом Верховного Совета РСФСР Валерием Колодезниковым. Помните Андрея Колодезниковым, да? Да, РСФСР. РСФСР. Он сидел в Белом Думе с Андреем Кривошапкиным, с Зоей Корниловой. Тот сам. Строитель. Человек, который проектировал и строил Неринберг. И он говорил, республике, Якутску в частности, строительную отрасль, крайне нужен запуск такого большого объекта, каким в свое время был медицинский центр. Потому что именно после строительства медицинского центра началось стремительное развитие строительной отрасли. Да, индустрия развивается. Потом пошла стагнация некая, да? И сейчас нужен новый современный объект по сравнению с планируемым объектом арктического центра. Медцентр же это, ну, вчерашний день, согласитесь, гипсокартон, тут же все и так далее. Но в свое время это был прорыв. И сейчас какие технологии строительные принесет инвестор строительству этого объекта? Я более чем уверен, что самое современное. И строителям всей строительной отрасли республики будет чему поучиться. И он получит мощный толчок. Это так очевидно, так бесспорно. Но, с другой стороны, приходится доказывать о том, что когда строятся большие объекты через новые технологии, то оно, конечно же, происходит прорыв строительной индустрии. Это очевидно. Даже простой пример. Опять я возвращаюсь к кинотеатру «Центральный», потому что я люблю кино, с детства я. Кинотеатр «Центральный» был знаменитым строителем Жарницкий. Жарницкий, он впервые сделал там фундаменты, как назывался-то он фундамент? На сваях башмаками. На сваях башмаками. Тогда и потом скамейки или как-то называлось там. Это была новая технология. Оттуда пошло развиваться. Не говоря уже о том, что в этом новом объекте развернутся новейшие строительные технологии. И это вот правильно, я согласен. Он даст такой новый прорыв тоже в строительном деле. Еще раз надо уточнить, видимо, что школы отдельно, бюджетное строительство отдельно, Центр Эпоса отдельно, то есть механизм совсем другой. Карман совсем разный. Мост, это тоже другой механизм будет. То есть залезать в бюджет за счет урезания школ, детсадов или дорог, строительства, такого же не будет, такого не планируется. То есть госпрограммы, как они приняты, так они и будут работать. Вот это очень важно. Бюджеты культуры за год около 4 миллиардов. За доп. расходов. Чуть больше 4 миллиарда. Раньше было 1 миллиард 900, потом 3. Менялось, но сейчас бюджет достаточный. Получается так, что в этом бюджете содержание трех учреждений, которые станут главенствующими в этом центре, филармония, театр, лонхоз, ахотеатр, почти 560 миллионов за год. Вот эти 18 миллионов входит в содержание тоже. За эти 11 лет сколько получается? 560, 11? 6. Около 6 где-то миллиардов. Это тоже туда входит. Ну, даже суть не в этом. Представьте себе, центр города станет около озера Сайсары, университет и так далее, другие, как я говорю, жилые комплексы и так далее. А здание сахотеатра, ну, планируется так, сегодняшнее здание сахотеатра, оно перейдет, например, к детскому театру, к театру юного зрителя. И площадь у нас, она детская площадь. И представьте себе, что въезжая в город со стороны аэропорта и со стороны речного порта, мы попадаем в главную площадь, это площадь детства. Стоит детство, с детства начинается. Такие города есть или нет, я не уверен, что в мире есть города, где первая площадь, она площадь детства. Я еще ни разу, я в одной городах был так. И там уже давно дети там обосновались, на площади Оженкидзе. Они там и ездят на машину. Это выбор сами детей, да? Сами выбрали. И здание будет, и театр будет. То есть в этом плане и меняется как бы сама структура города. Центр перемещается. А то у нас центром города что сейчас является? Вообще в городе какое здание есть, которому мы могли бы сказать, что это город Якутск? Я не уверен, что архитектор обидится, конечно. С Владимиром, мы поспорили в начале программы насчет театра оперы и балета. Вот у культуры же есть огромный театр оперы и балета. На самом деле... Театр оперы и балета это здание типового дома культуры на самом деле. Областного. Оно не подходит для проведения музыкальных мероприятий. Это не музыкальная площадка. И каждый раз, когда у нас выступает, допустим, филармония, приходится дополнительно выстраивать звук, чтобы он смог дойти до зрителя. Это удивительная ситуация. У нас на самом деле площадок таких с необходимым акустическим звучанием всего, ну, одна, можно сказать, это музыкальное училище. Как ни странно. Там, где, да, есть соблюдены определенные требования. Но это маленький зал. Но там маленький очень зал. Там 200 человек, меньше 200 человек. Товарищи меломаны, ходите слушать живую музыку в исполнении, если там выпадают возможности, артистов Якутской филармонии, именно в зал музыкального колледжа. Сразу после рекламы мы вернемся к нашему обсуждению. В завершающей части нашего обсуждения мы обсуждаем сегодня Арктический центр эпоса и культуры. Актический центр эпоса и культуры. Продолжение следует... Мы продолжаем программу «Один из нас». «Один из нас» в моем лице сегодня интересуется у носителей, я еще раз говорю, это не реализанты, ни в коем случае не претендующие на звание того, что именно они будут воплощать этот проект, Арктического центра эпоса и искусства. Но еще раз, мы в начале программы обсуждали с Владиславом Левочкиным, первым заместителем министра культуры и духовного развития, о том, что в Якутске просто нет. В каких условиях находится сейчас филармония, это стыд и позор. И самое страшное, люди теряют профессиональную квалификацию. Они репетируют в зале, в котором не должно звучать столько музыкальных инструментов. У нас, ну вот, каждое выступление, допустим, в «Триумфе», тоже, да, мы проводим большие культурные мероприятия. В том году, допустим, которые проводились, они были очень с таким большим, ну, общественным интересом, большим общественным резонансом прошли. Но вот на каждое мероприятие приходится затрачивать, ну, очень большие вложения с тем, чтобы подготовить его для выступления музыкальных коллективов. Необходимо специальное оборудование привозить. Это каждый раз монтируется, демонтируется. Это очень большие человеческие, финансовые, организационные затраты. Я вообще не согласен с тем, что, вот я приводил пример Луна Чарского, вообще-то, что отрасль культуры, она должна поддерживаться по вторичному некому принципу, да. Вспомним Древнюю Грецию, где, кого мы знаем? Ну, знаем Гомера, знаем Эсхила, Софокла, тех деятелей культуры, наряду с военачальниками, да. То есть, состояние войны и игры для человечества, оно естественно, да. Если одна половина человечества привыкла воевать, вторая половина человечества играет. Дима Черчилль во время Великой Отечественной войны к нему приходит министр финансов и показывает бюджет года. И там культура вычеркнута. Черчилль спрашивает, а почему вычеркнута культура? Министр финансов говорит, так идет же война. Гениальный ответ. Нет, так зачем воевать, если культуры не будет? Вот самое, самое четкое выражение. Зачем воевать, если культуры не будет? Все войны, большинство войн. Это, ну, сегодня говорят, война, там, цивилизации и так далее, были религиозные войны и так далее. Но все-таки в основе лежит культура. Спасение культуры. Спасение культуры лежит. Вот поэтому нельзя, вот, вспомнил про войну и культуру. Да, может быть, я ошибаюсь, но вот у многих, по-моему, иногда бывает такое, ну, чувство, да, я отдельно, культура отдельно. А тут речь идет о том, что культура, она внутри каждого из нас. Есть и должна быть, да. Вот, инвестиции, вот, инвестиции, это что такое? Инвестиции, это вкладывание каких-то своих ресурсов, да, в денежных, там, своих сил и средств, в надежде получить какую-то прибыль, да. Тут речь идет не о кирпичах, там, не о деньгах. Мне кажется, тут речь в большей степени о вещах, которые сложно оценить, там, посчитать. Именно, что население, да, мы, то есть, ну, население, плохое слово, мы, жители, будем более, ну, я, правда, культурными, да. Это вложение в будущее. Ну, получается, инвестиции в человека. Ну, сейчас я почему-то беру специальные глобальные моменты, вот, Париж. Что такое Париж, Эйфелево-башня, Париж. Так, центр Помпиду, центр Помпиду, кстати, предыдущий президент Франции, Деголь, он сказал, что будет построена библиотека, так, но Помпиду пришел, сказал, что это будет многофункциональное, многофункциональное, так, такое же, как мы сейчас говорим, учреждение, так, да. Современное искусство тоже. Горожане, парижане выступили против, началась борьба, но в результате, когда центр Помпиду был построен, сейчас в мировом масштабе из трех главных посещаемых центров культуры, это центр Помпиду, так, не говоря уже о том, что, например, во многих городах происходили такое непонимание перспективы, вот, вложить в будущее, вложить человека, вложить его развитие. Ну, хан Шатер в этом, Назарбаев в городе, ну, султан тогда, бывший Астана. Казахи гордятся хан Шатер, говорят, у нас есть. Или, например, в городе, в городе оперный театр, в Сиднее. В Сиднее город, это был незаметный маленький город, как появился оперный театр, правда, архитектура там гениальная, то он стал меккой культурой, туристической. То есть в этом плане очень необходима сейчас еще и наша, особенно я про молодежь, я человек уже в возрасте, беспокоен за молодежь, он приезжает, куда-то приезжает, у нас, говорит, есть арктический центр эпоса искусств, показывает фотографии, он уже там был, он приглашает туда своих друзей и так далее. Это сама даже момент этой гордости, момент этого, скажем так, удовлетворение о том, что есть такой центр, оно очень важно для силы духа, для опоры, для опоры молодого человека. И я тоже помню, да, вот этот тогдашний президент Франции, он именно место выбрал в депрессивном районе, Бабур называется, построил, и сейчас там туристический центр. Вот у нас центр города, ну, площадь Рыжикидзе и площадь Ленина, да, а там же есть Севуфу, то есть развитие города идет в ту сторону, и вот эта точка роста города может быть, вот этот новый объект, не может быть, а будет. Центр Попеду, да, он достаточно близко, скажем так, довольно злачным кварталом города Парижа располагается, да, и вокруг, кстати, Центра Попеду, да, вот это вот прогресс, он, то есть, ближе к центру, там инфраструктура, там и дорогих магазинов, чуть подальше, ну, такая, начинается обычная Парижская Клака, да, что еще мы не обсудили, это замечательная же архитектура, вот вы затронули архитектуру Сиднейской оперы, да, но комплекс три урага, это же рискует. Вот, когда выезжаешь в город Якутск и поездишь по улицам, то нигде не найдешь, в принципе, по большому счету, есть небольшие такие архитектурные, там, моменты, которые, как бы, как бы транслируют, выражают нашу культуру, значит, философию, а вот три уроса, которые наш архитектор, якутский архитектор, это нарисовали, три уроса и сделали такую арктику такую, как бы, три уроса, это, ну, в якутской философии три души, земля душа, там, воздух душа, мать душа, искусство называется тогда, но уроса еще, и не только якутская, уроса это купольное сооружение, оно еще и северное, оно еще и евразийское, оно еще и русское, православное, и американское, да, и, кстати, да, оно очень здорово, как бы, объединяет комфортно всем в этом купольном помещении, так, и архитектор сейчас планирует, уже первые эскизы уже появились, это будет, как бы, алас такой, да, это эксплуатируемая кровля будет, алас, образ аласа, так, да, алас вокруг обнесен, значит, ленскими столбами, горами, чтобы был ветер, не заходил там, да, тоже шедевр, кстати, тоже шедевр там, если я, по сути, наш шедевр нематериальный наследие человечества, ЮНЕСКО объявил, там природный, а ленские столбы тоже природный шедевр, так, да, и пока такими образами работает архитектора, но в ближайшее время в концептуальном плане архитекторы все завершат, и, соответственно, мы проведем такое, и наш архитектор участвует там уже по своими идеями, и так далее, мы проведем такое, ну, назовем так, обсуждение, и, исходя из этого обсуждения, окончательно будет принято решение, и я уверен, что это будет здание уникальное, тем более, что внутри этого трех уросы будет находиться три площадки, то есть эти три круга, они могут превращаться, вот пол может стать прямым, и может там проводить обрядовые, там, осохать, там, разные праздники, там, такие, наших народов, там, северных, русских, там, якутских, можно проводить, а потом эти три площадки, они могут превращаться в зрительный зал, они могут превращаться в сцену, как сцену, театральную сцену, так, со своим кругом и так далее, то есть там заложена многовариантность, многофункциональность там, можем в одно время проводить три мероприятия, там, буквально, концертный зал, там, театр, ланхоз, саха театр, со своими спектаклями, так, да, можно объединить эти три зала, они объединяются тут, трансформеры, так, и можно проводить там, ну, например, саммиты, форумы, молодежные форумы, вот, то есть в этом плане сама даже технология, она предполагает вот эту вот трансформерную, трансформерную многофункциональность, назовем так. Музейные выставки? Выставочные залы там расположятся, музеи, будем, у нас, кстати, выставочных залов нет, кто-то вспомнит, где у нас выставочный зал? Ну, НХМ. НХМ – это музей, там постоянные, стоят постоянные экспозиции, это музей, так, и то это, НХМ, это, ну, что НХМ, это же старая типография, чтобы говорить, чтобы... Старая типография, она не, не, а там будут выставочные залы. А, к примеру, вы представляете, что там сельхозпродукцию можно будет выставить? Кстати. Почему бы нет? А почему бы нет? Потому что сама площадка дает, вот, то, что я рассказал, дает возможность сделать выставки, так? Обязательно, вот сейчас, когда я министром культуры был, даже сейчас мне обращаются, значит, наши села, улусы, наши города, значит, районы, когда они хотят провести свои мероприятия, большие мероприятия, то они, конечно, просят у саха театра, у саха театра своего, репертуар и так далее. Или в оперный театр идут, и так, и куда еще идти-то? А тут будет само технологически, само пространство, новое пространство будет давать возможность для того, чтобы проводить мероприятия и сельчан, и улусов, и городов. На самом деле, еще раз, Андрей прав, оппонентов явных нет. Нет, идея существования такого крупного культурного центра, она никем не оспаривается. Спор идет о поданных, скажем так, может быть, не вовремя, может быть, не под тем соусом, а цифрах, которые, если вдуматься, на самом деле, этот объект строит гораздо меньше деньги. Но заложены и эксплуатация, и строительство, и какие-то гарантийные моменты, которые до 30-го года будут заложены по программе государственного частного партнерства. И еще раз, после 20-х чисел августа мы еще раз вернемся к этой теме и поговорим, возможно. И вот сегодня мы говорили, что почему не пришли представители Медельники, которые, да и хорошо, что не пришли, они бы своими цифрами, слишком сухими, форматом подачи, как на парцобраниях и так далее, были бы не к месту. Хорошо, что пришел Андрей Савич и популярно объяснил, что это такое Арктический Центр Эпосы и Культуры. Спасибо.